Добрый день, уважаемые господа евро-депутаты. Я Алимжанова Айжан, я представляю город Астана, являюсь гражданским активистом. Я бы хотела рассказать вкратце о нескольких проблемах, о том, что у нас очень много людей, которые по мнению власти являются... Ну, они осозены по мнению власти, то есть мы специально сделали вот такие вот плакаты, чтобы мы могли видеть это. Это Аблова Зумаев, это Асет Абишев, это Мухтар Джакишев. У меня болит сердце, поскольку каждый из нас, кто будет неугоден нашей власти, кто мыслит немного не так, как действующая вермушка, может быть таким же политическим заключенным. Вот наградный пример в данный момент это Айгулак Бердей. В данный момент по активистам города Астаны заведено досудебное производство. По статье 405 УКРК. Мы все проходим там как свидетели с правом на защиту. Но в любой момент эта категория может переквалифицировать в нас подозреваемых. И хотела бы сказать, что вот 405-я статья, это статья участия лиц в участии... Участие или принятие участия в партии ДВК, которая... На территории Казахстана данная партия никак не зарегистрирована, но при этом она признана у нас террористической и экстремистской, чего я никак не могу понять. Да. В данный момент идут политические преследования, оказание давления на активистов, на журналистов. Это Саня Тойкен и Светлана Грузкова. Показательный суд, который мы могли наблюдать. Это позорное судилище, которое нельзя назвать судом. Я не буду говорить много, скажу вкратце, что меня преследуют, преследуют меня, преследуют моих детей, то есть задерживают даже с детьми и при этом дети. Это мой ребенок, несовершеннолетний. И моя племянница, которая также несовершеннолетняя, нас задержали 21-го числа, когда я вышла на площадь, чтобы заявить о том, что я не согласна с переименованием столицы. Поскольку это было сделано в обход конституции, основному закону страны. Меня с двумя детьми, скажу вкратце, продержали более четырех часов в ДВД. Дошло до того, что меня сопровождают в детский сад, меня сопровождают на работу сотрудники ДВД и другие спецслужбы. Также один момент пугает ситуация, что наших детей с детства, можно сказать, с детского сада начинают зомбировать. Усе в детском саду заставляют учить стихи о Ельбасе, то есть о первом президенте. А в школе и в школе детей в добровольно-принудительном порядке заставляют вступать в Жас-Отан. Это молодежное дело. Причем это в добровольно-принудительном порядке проводится. То есть с такого возраста нашим детям закладывают, что у них нет права выбора. И в государстве, которое признало себя правовым и демократичным, так быть не должно. У нас у всех должно быть, и оно есть. У нас есть право выбора. Мы все должны иметь право выбора, мы должны иметь право выбора, иметь право выбора, иметь право выбора. Также вот хотел бы один момент. В данный момент хотела бы, чтобы обратили внимание, проходят суды. Это гражданские активисты города Астаны. Получается, обвинение у меня полностью сфабриковано. Проходят с большими нарушениями законодательства. И вот так же по судам, по журналистам. Хотелось бы, чтобы тоже депутаты обратили внимание именно на вопиющие случаи нарушения прав журналистов. Я бы хотела бы, чтобы вы обратили внимание на ситуацию, которую мы имеем, даже с свободой голоса, с свободой экспрессии. И особенно, даже с журналистами, с индепендентными медиами. Только индепендентными медиами. И вот в нашем случае гражданским активистам доказать что-то очень сложное. Поскольку при задержании нам элементарно не зачитываются наши права. Не предоставляется права на звонок. Адвокатская помощь так же не предоставляется. Не выдают протокола задержания, протокола допросов. То есть все это проводится, но при этом никаких документов мы нарушаем. Они interrogают нас, но они не дают нам протокола от interrogation. Они не дают нам копии, о том, что они задают нам вопросы. Они не дают нам протокола от детения. Почему они задают нам? Что были причины для детения? И в протоколе от interrogation, они задают нам вопросы, но мы можем сказать их в наших постах на Facebook, но мы не можем проверить, что эти вопросы были задержаны. И выражают, когда ты сама сидишь в 4 часа в здании ДВД, на следующий день читаешь отчет МВД, что задержания не было. Это меня поражает. Я рекомендую. Я рекомендую. Скистка Светлана, ясно. Козловский, 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 почему я говорю? Нет, это не конкретно. Последний момент, который я хотела бы озвучить, это 23 июня прошлого года, 23 июня 2018 года, я с автобуса, на меня нафигнули двое. Когда я вышла из босса, они были в празданке, но, как потом оказалось, это были сотрудники ДВД. Мне были нанесены побои, то есть это были реальные побои, это были большие гематомы по всему телу, были отбиты ребра. О чем свидетельствует судмедэкспертиза, то есть результат судмедэкспертизы? Но при этом мне не выдают ее на руки, я не могу с ней ознакомиться. Все заявления в отношении данных сотрудников Остались без рассмотрения. Не review их, я даже писал тему, когда я справился о полицем, я являлся медицинской экспертизе, и медицинской экспертизе確ировало груис и инжменты на мой тело, но нет действий, когдаялись дочь, не подняли атаку для этих преступников которые сделали такие нечувства. Добавил субтитры Алексею Дубровскому 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 Субтитры Алексею Дубровскому